Так, а теперь перейдем к течению письма, к рассказу о том Высокопрегрешного, который хочет рассказать историю самостоятельного излечения Десны. Очень интересная тема, давайте послушаем и кое-что извлекем полезное для себя. Диагноз синюшный сосочек. Это та часть Десны, которая между зубами. Если посмотреть в зеркало, она выглядит как сосок. Она заливается изнутри кровью, надувается и окрашивается в синий цвет. Такой же цвет, как синяк от сильного удара. И еще дело в том, что этот сосочек был между тремя зубами как бы задавленный, чем другие. Там кровообращение хуже, чем в других частях Десны. Когда он здоровый, то цвет у него светлее, чем у всей Десны ротовой полости. Потому что там сдавлено. Обычно это прямой ряд зубов, но у меня аномалия. И клык растет сверху, чем на месте Десны. Если скласть три пальца вместе, например, на так, да, три пальца. Как будто ручку пальцами держите. Ага, вот так. То это будет похоже на положение этих зубов. И из центра этих зубов вылазит этот Десневой сосочек. Просыпаюсь утром и не понимаю, что у меня на лице как будто намазали что-то. Смотрю в зеркало, оказывается на щеке и губах несколько кровяных полосок и два пятна на подушке. А во рту залито кровью. Это все выходило из этой Десны. Еще ночью я не понимал, почему в районе носовых пазух изнутри какой-то зуб. Я его еще массировал, чтобы улучшить то в месте, то крови и лимфы. Оказалось, там зарождалось воспаление. А где имеется воспаление, то причина его инфекция. Утром сразу иду полоскать рот, открою, вспоминаю, все, что только перечитал по здоровью. А это очень много сотни книг. Неумывакина, Болотова, Ваши и множество других. Главное, не современных, а тех, что раньше были. Это очень интересно, потому что раньше были несколько иные методы лечения. Более человечные, нежели сейчас. Более естественные, нежели сейчас. Методы лечения этих авторов публиковали в журнале ЖОС и так далее. Но я его не читал. Просто так, чтобы понять, что это не современные авторы. Настолько она изучалась, что потом все книги удалил с телефона. Насытилась. Была исписана куча страниц блокнота. Правильно, это своеобразный этап обучения самого себя. Важно самого себя обучать, уметь обучать, стремиться к этому. В противном случае мы отстаем от самой жизни, и она нас просто-напросто перемалывает, если мы сами себя не обучаем, если мы сами не идем в новую жизнь. Так вот, понял, что надо останавливать кровь и убирать воспаление. Ага. Полоскаю рот обычной водой, чтобы убрать кровь. Потом беру, завариваю полынь, чистотел, одуванчик, черный тмин, кору, дуба, гвозди, кусьмина, петрушки. Жду, пока она стоится в это время. А знаете, как это все можно делать? Это можно делать очень просто. А именно, в термос побросали вечером, залили там двумя стаканами кипятка, ну, не знаю, хотя бы по чайной ложке всего этого взяли, пол-литром кипятка залили, и пусть в ночь настаиваться. А утром можете все это принимать. В это время смешиваю пол чайной ложки соли и стакан воды. Без меры наливаю туда перекись, сжимаю бутылочку и начинаю полоскать рот. Очень интересная и полезная процедура. Объясню, как она действует. В районе этой воспаленной десны уже кровь как будто превратилась в мясо за ночь и просто вымывается кусками. Ну, то есть было кровотечение, кровь сворачивается и получается вот как куски. Помог этим кусочкам вылезти, используя ушную палочку. А кровь идет и идет. Ну, так и стратил штуки 3-4 стаканов с этим раствором. Вообще, главное, чтобы было соленое и с перекисью. Без разницы, сколько граммов считать не надо. А я вам скажу, примерно чайная ложка на стакан воды. Чайная ложка соли поваренной с горкой. Ну, и это не остановило кровь, а убило микробы. Я начал макать мокрый палец в соль и мазать десну несколько раз на протяжении дня. Кровь прорывала засохшую рану от соли. После первого стакана раствора я начал полоскать рот заваренными травами и пить тоже. Считаю, что это помогло меньше всего. Так как полоскал пару раз всего, чтобы не текла кровь. Потому что он размачивал засохший кровоток. Я настой просто выпил. А помогло просто полоскание и рассасывание соли во рту. Потому что щепотка соли на протяжении дня слюна растворяет, и ты размазываешь ее во рту. Она подавила рост книлостных бактерий. Законсервировала еду и бактерии. Законсервировала еду и бактерии остались без еды. Из-за этого они перестали создавать токсины, которые проникают под десну и вызывают воспаление. Также есть бактерии в зубном камне, и они тоже выделяют токсины, вызывающие воспаление. Если не следить за ротовой полостью, но я их обезвредил солью. В итоге этот сосочек уменьшился почти до своего нормального состояния. А был раза в три больше. Как раз в три больше, когда он постоянно травмируется. Травмируется, из-за этого и возникает болевое ощущение. Интересно, что у меня брат закончил медакадемию на стоматолога и советовал мне идти делать профессиональную гигиеническую чистку зубов. Изучил этот метод и отзывы, мне не особо понравилось. Брат мне сказал, что мою проблему можно решить только после этой чистки. Вот знаете, вот это вот слово, только, только там, и нигде, только он, и никто иной, только, 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 но ты сам ноль. Понимаете? Брат мне сказал, что мою проблему можно решить только после этой чистки. Она стоит по-разному. В среднем полторы-две тысячи рублей. Но я включил свои не пять, а шесть пядей во лбу, прочитал про бактерии, вызывающие проблемы во рту, изучил применение соли для зубов и понял, что мне надо заморить голодом и убить бактерии. Все, тогда проблема решена. Деньги не надо тратить ни на чистку, после которой бывают осложнения, ни на всякие пасты, всего лишь полоскать рот солью, как это делали тысячи лет умные люди. Своему брату написал, что он зря семь лет учился в академии. Еще мать в это время пошла в магазин покупать полоскатель для рта лесной бальзам, потому что я вспомнил, что он мне когда-то помог, но я всего лишь один раз им прополоскал рот, он мне помог вышкребать кровь из зубов. Спасибо нашим ученым и лекарям народным, которые советовали рассасывать соль во рту. А людям предлагаю такую проверку. Возьмите зубочистку и засуньте ее в самую дальнюю и труднодоступную промежность между зубами. Потом понюхайте наконечник. Если человек плохо следит за зубами, то там вонь будет хуже канализации. А вот когда начнете полоскать рот с шепоткой соли, то все гнилостные процессы прекратятся. Мои комментарии, комментарии, понимаете? Смотрите, вот из всех, даже лесной бальзам, из всех этих бальзамов, лучшим в данном случае оказывается соль. Что происходит? Вот он, вот он зуб. Зуб сидит, видите, в лунке. Вот она, лунка, да? И когда мы чем-то полощем, таким вот, каким-то раствором, мы вот это все, естественно, очищаем. Если мы там зубы чистим зубной щеткой, мы тоже вот это очищаем. Но в лунках, в лунках зубов туда не достигает ни паста, ни вот эти все полоскающие вещи. Они туда не достигают. Просто по механическим причинам. Ну, не проникают они сюда, понимаете? Вот туда, где-то в сантиметр глубину, допустим, там где вот зуб. И там, естественно, а бактерии там маленькие, они вот тут вот у нас и гнездятся и начинают вызывать разного рода воспаление. Вопрос, а как же их оттуда убрать? Смотрите, если мы с вами используем солевой раствор, солевой раствор довольно-таки должен быть концентрированный. Не то, чтобы очень, понимаете, как рапа, но довольно-таки сильный, сильной концентрации. Ну, я считаю, чайная ложечка на стакан воды. Можно попробовать и на полстакана воды. Что происходит? За счет осмоса, есть такое слово осмос. Когда здесь концентрация в ротовой полости раствора соли большая, то он начинает из слизистых оболочек и в том числе из вот этого вот кармана, из десен тянуть в воду. И получается, что поток идет, вот эта вот слизистая оболочка идет изнутри наружу для того, чтобы вот это вот разбавить концентрацию соли в ротовой полости. И, естественно, он увлекает всех микробов, которые находились вот в этих вот лунках зубов, там, позапрятались где-либо. То есть поток идет туда. Это напоминает своего рода наводнение. То есть все начинает двигаться в ротовую полость, увлекая все, что там имелось на слизистых в этих карманах зубов, все это в рот. И, естественно, соль все это обеззараживает. То есть она не просто обеззараживает, она вытягивает. Вот это главное. Ни одно средство, которое вот здесь описано, не обладает этим. Оно не вытягивает, а вытягивает только солевую раствор. Естественно, чем он будет более концентрированный, тем он сильнее будет тянуть. И далее у нас еще, когда мы начинаем полоскать ротовую полость солевым раствором, у нас еще идет сильное слюноотделение. Сильное слюноотделение запускает, что слюнные железы образуют слюну из крови. Идет чистка крови. Интенсивная чистка крови идет через слюнные железы. Ну, в зависимости от того, сколько вы там будете полоскать. Если немножко пополощите, ничего особого не будет. А если так минут 10-15, то уже какой-то такой эффект будет. Ну, здесь решает индивидуальные особенности организма, индивидуальная переносимость этой процедуры и, как бы сказать, состояние ротовой полости. Что вначале, да, можно концентрированный раствор применять для того, чтобы все это высосало и вывело. А дальше уже можно такие поддерживающие, умеренные дозы использовать профилактически. Вот что делает соль. Значит, одно дело, она высасывает в воду и все эти микробы. Второе, обеззараживает. Третье, через слюну начинает очищать кровь. Четвертое, сам соленый вкус, это вкус огня. Он запускает и улучшает процессы пищеварения и связанные с ними пережигающие особенности иммунитета. То есть иммунитет поднимается. Иммунитет – это функция огненная. Важно уничтожить микроорганизм, который там внутри у нас имеется. И как он уничтожает? Вот активирует вот эту вот функцию. То есть усиливаются, значит, пищеварительные способности. Нету полупереваренной пищи, на которой там опять-таки размножаются бактерии. Если лучше работают органы пищеварения, человеку становится тепло от того, что он полощет. Откуда теплота? Оказалось, соль лежала и все. А нет, лицо начинает пылать. Так чувствуется жар на заметку тем, кто мерзнет. И это, оказывается, хорошая профилактическая процедура, которую действительно можно применять для того, чтобы не было ни корица зубов, ни других каких-то ангин там и прочего там стоматитов и зубного камня и т.д. Ну вот, я вам и разъяснил, добавил, вернее, к этому отзыву свой, почему и как действует соль. Некоторые просто-напросто берут палец, слюну обмакнули, то есть в рот, в слюна. Потом берут соль его, соль желательно мелкая, лучше всего как морская, чем тоньше помол, тем лучше. И вот это мы уже пальцем с солью начинают десны. Ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та. Чистит, пускай даже кровь там идет или еще что-то. Но вот как раз вот это вот выходит разного рода ненужное, что имелось в лунках зубов вместе там с кровью. А в дальнейшем десны становятся настолько укрепленные, что ничего этого не будет. И так они делают. И за счет этого зубы сохраняются здоровыми на долгое время, практически на всю жизнь. Я бы там знал, но, увы, не делал. А вот знаю одного человека, Владимира Григорьевича, который узнал это и делает. И зубы у него до сих пор свои и целые. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!